Всем привет! К сожалению, Алиса Аршавина начала сильно болеть после развода с футболистом. Женщина считает, что ее могла сглазить мать Андрея. По словам Алисы, у первой жены спортсмена Юлии Барановской тоже были проблемы со здоровьем после расставания. Можно сказать, что именно Алиса стала причиной разлада между Юлией и Андреем. Первые полгода он был холеный. Изначально мы идеально подходили друг к другу. Первые полгода я была идеалом его женщины, вспоминает о начале романа Аршавина. Со временем отношение футболиста к ней изменилось. Когда начал играть в Казахстане, то как-то резко изменился, стал холоден. В итоге со второй женой Андрей расстался, отправив смс. «Я от тебя ухожу. Я больше не вернусь». Впрочем, жизнь супругов нельзя было назвать гармоничной. Так, Алиса всегда очень боялась гнева Аршавина. «Я очень хорошо понимала, за что получала Юлия. Так как я побои получать не хотела, то не спрашивала его ни о чем. Единственный раз, когда я попыталась помочь ей, после того, как он выкрал паспорта детей, так как не хотел, чтобы они летели учиться в Лондон. Юля тогда позвонила и сказала, Алиса, помоги. У нас вообще все с ней похоже, вплоть до операции. У нее после рождения Арсения тоже была операция», — поделилась Аршавина. Брюнетка считает, что в их с Юлией бедах может быть виновата мать футболиста Татьяна, которой никогда не нравились женщины, которых выбирал ее сын. «Я человек верующий, у меня нет врагов. Когда я жила с первым мужем, не то что простудой не болела, чихнуть не могла. Кто-то два года хорошо отрабатывал меня. Кто-то очень обидчивый по жизни. Это бабушка моей Есении. Она положила года три, чтобы уничтожить все. Когда сын перестал общаться, она вступила в бой. Она двух мужей потеряла и по сей день живет одна. Она просто не отпускает женщин, которые были с Андреем. Я ее чем-то обидела, Юлия чем-то обидела», — призналась Алиса. Добавим, что мать Андрея Аршавина сейчас судится за дом, в котором Алиса проживает с тремя детьми. Имущество действительно оформлено на Татьяну Ивановну. Таким образом, истец не может не продать жилье, не сдать. Требует 2 миллиона рублей за год проживания. Иск пока оставлен без движения для устранения недостатков, сообщали ранее в Объединенной службе судов Санкт-Петербурга. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok